Владимир Фисенко сейчас с нами на связи. Владимир Вячеславович, здравствуйте, рад вас приветствовать в эфире «Фридом». Да, добрый вечер. Ваш, хочется, короткие, наверное, ожидания, так, в первый день этого саммита, о каких результатах, главное, что стоит сказать, практических результатах для Украины нужно, стоит, в принципе, говорить после саммита в Джиде? Ну, во-первых, отмечу, что, ну, уточнение, это не совсем саммит, саммит это встреча на высшем уровне, а это встреча, конференция представителей, дипломатических представителей, политических советников, лидеров, причем достаточно большого числа стран. Вот по сегодняшней информации, около 40 стран принимают участие, в том числе очень влиятельные страны глобального юга. Согласился принять участие во встрече к Китаю, что тоже очень важно и поднимает статус этого, вот этой встречи. Что касается участия наследного принца, ну, я думаю, что в той или иной форме он о себе заявит, и с ним будут встречи, как минимум, ряда представителей делегаций, возможно, он примет участие в открытии этой конференции, Но, несомненно, это отвечает интересам Саудовской Аравии, это повышает ее международный авторитет, ее влияние, и это показывает, что Саудовская Аравия хочет влиять на улучшение международных отношений, в частности, она заинтересована в прекращении войны на России против Украины. Вот это очень важный момент, потому что все-таки это очень влиятельная страна и в арабском мире, и в мусульманском мире, на Ближнем Востоке. Для Украины чем важна вот эта встреча? Во-первых, Украина одна из инициаторов этого переговорного процесса. Ведь это встреча продолжения переговоров, которые начались 24 июня в Копенгагене. Тогда было меньше стран, но инициатива переговоров со странами Глобального Юга принадлежала странам Большой Семерки и Украине. И тогда в Копенгагене и сейчас Саудовской Аравии будет обсуждаться формула мира президента Зеленского. Причем детально, по отдельным направлениям. По сути, конференция ведь не только для того, чтобы найти на перспективу варианты, возможности для того, чтобы установить мир в Украине. Это в том числе об обеспечении глобальной безопасности. А формула мира Зеленского в том числе и об этом. Как обеспечить глобальную продовольственную, энергетическую, экологическую безопасность, ядерную безопасность. И вот об этом будут договариваться как раз в Джидде. И цель Украины, практическая, предметная цель, через вот эти конференции выйти на глобальный саммит мира. Это еще одна инициатива нашего президента. И идет практическая подготовка. И если вдруг удастся договориться, такие шансы есть, то, может быть, вот эта встреча на высшем уровне состоится уже в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, куда съезжаются лидеры различных стран мира. Либо несколько позже. На мой взгляд, эта дата не столь важна. Важен результат. Вот то, что на инициативу Украины и наших партнеров откликнулось такое большое число влиятельных стран глобального юга. Поэтому подготовка глобального саммита мира для того, чтобы уже решать проблемы войны и мира на высшем уровне. А не только на уровне политических советников. Это первое, к чему мы стремимся. Второе, это, конечно же, расширение числа наших партнеров. Да, мы понимаем, что не произойдет какого-то чуда, и страны глобального юга не перейдут на нашу сторону и не станут осуждать Россию. Но их интерес к миру, к прекращению того хаоса внешнеполитического, который творит Россия, он очень заметен. И то, что Китай присоединился, вот это очень важно. Это действительно, как правильно сказал наш министр странных дел Кулеба, это прорыв. Таким образом появляется возможность расширения, я бы сказал так, широкой коалиции мира в поддержку Украины. Да, это будет, наверное, частичная поддержка, не по всем позициям. Потому что эти страны будут сохранить свои контакты и с Россией. Но, что очень важно, с высокой вероятностью после вот этой встречи, может быть, несколько позже, но они совместно могут усилить давление на Россию. В частности, чтобы не было применения ядерного оружия, чтобы была восстановлена зерновая сделка и так далее. И, конечно, укрепление поддержки Украины. Как раз вот оппозиции по российской. Было заявление еще 31 июля президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он говорил, помните, о том, что его страна примет участие во встрече исключительно, если будет представлена Российская Федерация. Если говорить сейчас, например, о Латинской Америке как часть, глобального такого юга. И в то же время есть, например, позиция президента Чили. Напомню, что он еще, если мне память не изменяет, в июле говорил о том, что сегодня Украина, а завтра любой из нас, говоря о имперской войне Российской Федерации против Украины. Именно об этом, кстати, выступая на саммитах Латинской Америки, говорит президент Украины, сравнивая бывшие империалистические войны в отношении государств Латинской Америки и нынешнюю войну Российской Федерации против Украины. И вот с таким вот неоднозначным подходом той же Латинской Америки сейчас начинается встреча в Джидине. Станет ли это проблемой для украинской стороны? Потому что, как вы правильно заметили, ведь следующий этап, один из следующих этапов, самый главный, это глобальный саммит мира. Ну, собственно говоря, вот эти встречи и в Копенгагене, и в Судоскараве, они направлены как раз с нашей стороны на то, чтобы подготовить вот этот глобальный саммит мира. Конечно, проблемы есть. Интересы стран разные. Особый интерес у Китая. Китай не заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну против Украины. Но Китай в гораздо большей степени еще заинтересован в том, чтобы все-таки был мир, и чтобы не было проблем для международной торговли. И вот этот интерес в Китае надо использовать. Китай заинтересован в стабильности в международных отношениях, а не в хаосе. И, ну, судя по разным утечкам в последнее время, ну, в Китае явно недоволены многими действиями России. И вот я уже сказал, что будут договариваться по отдельным направлениям, по отдельным позициям, в частности, вот, ядерной безопасности, чтобы не допустить использования ядерного оружия. И вот если будет здесь согласованная позиция, пусть даже неофициальная, неформальная, но она может быть выражена и может быть и в каком-то конкретном документе, посмотрим. Но если совместно Китай, Индия, Южная Африка, кстати, ряд латиноамериканских государств будут прямо открыто говорить Путину о недопустимости использования ядерного оружия, но я думаю, что это может все-таки повлиять на сдерживание России от каких-то авантюр. Вот сейчас зерновое соглашение, очень актуальная тема для стран Африки, для всех стран глобального юга, вот здесь тоже можно договариваться. Да, позиции стран разные, и согласовывать будет непросто. Ну, у президента Мексики своя игра, он там в БРИКС захотел, я просто напомню, это человек таких левопопулистских взглядов, сейчас у него возникло определенное напряжение Соединенными Штатами, поэтому это такая, знаете, такая дипломатия, как бы маневрирование. Вот как бы я, мол, пойду ближе к России, если Соединенные Штаты не пойдут на уступки. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Для нас важно одну страну за другой втягивать вот в этот мирный процесс. Мирный процесс, где обсуждается формула мира президента Зеленского, где она принимается во внимание. Да, возможно, вот в коммунике, если оно будет принято, если стороны, ну, скажем так, найдут общие позиции, возможно, будет отражен лишь не все, а некоторые пункты формулы мира Зеленского. Ничего, для начала это уже будет неплохо. Важно, что мы расширяем круг своих партнеров, особенно среди стран глобального юга, где до недавнего времени Россия явно доминировала. А сейчас мы вот эту ситуацию, этот расклад сил меняем. И инициатива сейчас на стороне Украины и на стороне наших партнеров. Я думаю, кстати, и Китай согласился участвовать в этой встрече, потому что они поняли. Все больше стран глобального юга, ну, хотят активнее продвигать свои мирные инициативы и будут участвовать в этой встрече. И Китай понял, что нельзя оставаться в стране. Ну и вот тоже цель этой встречи – состыковка, согласование различных мирных планов, в том числе, кстати, и со стороны стран Латинской Америки. Бразилия предлагала свои мирные предложения, там Саудовская Аравия, вот в Азии, Турция, ряд африканских стран, Китай. Вот надо состыковать эти мирные планы и состыковать, в том числе, прежде всего, с украинской позиции, с формулой мира президента Зеленского. Как президент говорит, и в принципе, это вот весь политикум украинский говорит, об Украине без Украины такого попросту невозможно. То, что, наверное, интересует, я уверен, в этом и наших зрителей, проживающих на территории Российской Федерации. Первое, что ждать России, мы, так знаете, вокруг этой темы, в принципе, ходим, но я хочу, чтобы вы сакцентировали на этом внимание. И второй все-таки аспект, а возможно, чтобы эти месседжи, которые будут разрабатываться в Джиде, обсуждаться, было бы возможно, опять-таки, предположение, Владимир Владимирович, было бы неплохо, если бы эти месседжи сразу же в Саудовской Аравии передавались условной российской стороне. Ну, завсегдатой таких вот встреч обычно это господин Лавров. Например. Первый аспект. Чего ждать России? Второй, может, все-таки российская сторона должна была быть представлена? Смотрите, вот это очень важный момент, то, что России нет на этой встрече. Это принципиально важный момент. Я думаю, что это будет влиять на дальнейший ход переговоров. Ну, во-первых, Россия показывает, что мы можем договариваться без вас. Да, Россия не доминирует, не контролирует процесс. Да, пока речь не идет об изоляции России, ну и в конце концов, чтобы прекратить войну, все равно контакты дипломатические с Россией понадобятся. И вот тут мы можем увидеть модель, которая уже отчасти работает сейчас. В том числе вот эта встреча в Содовской Аравии отчасти тоже следует этой тенденции. Параллельные переговоры. Переговоры с Киевом и переговоры с Россией. Вот так действуют африканские страны. Так действует Китай сейчас. И в принципе, да, вот сейчас состоялась встреча для того, чтобы согласовать мирные планы Украины и стран глобального юга. Потом могут быть визиты в Москву, либо телефонные переговоры с российской стороной, где Россию проинформируют о результатах этого саммита. И вот я ожидаю прежде всего, что это будет не просто потом как бы поездка и согласование там, а вот Москва, как думает, на какие там уступки она готова пойти. Я думаю, что все-таки важно будет другое. Это усиление давления на Россию. Не просто попытка вести переговоры с Россией. Такие попытки уже были и со стороны Китая, и со стороны африканских стран. Нет, усиление давления на Россию. Вот по тем вопросам, которые я уже упоминал. На сегодня это возвращение в зерновое соглашение, это недопустимость использования ядерного оружия, это ядерная безопасность, в частности ситуация на Запорожской АЭС и так далее. То есть вот по этим вопросам, я думаю, что будут не просто договариваться с Россией, будут требовать от России совершать соответствующие действия. А в перспективе, я думаю, будет усиливаться давление, не сразу может быть, но будет усиливаться давление, направленное и на прекращение войны против Украины. Еще один аспект. Было заявление от господина Жовквы, это заместитель руководителя Офиса президента Украины. Он говорил о том, что на саммите в Саудовской Аравии будет распределена ответственность между странами по соорганизации, либо со-лидерству в том или ином пункте украинской формулы мира. Как я и говорил, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовкова, говорил об этом господин Жовкова в интервью Радио Свобода. Он также обратил внимание на то, что сейчас все меньше звучит так называемых альтернативных мирных предложений, о чем вы, Владимир Вячеславович, вспоминали. Украинская сторона, продолжая работу над формулой мира, учитывает рациональные пожелания партнеров Украины. Сейчас короткая цитата, вернемся к обсуждению. Абсолютно допустимо, что страны глобального юга не будут участвовать в организации всех десяти принципов украинской формулы мира. Это совершенно нормально. Поэтому одной из задач саммита в Джидде будет распространение ответственности между странами по соорганизации или со-лидерству в том или ином пункте. Если Китай говорит о ядерной безопасности, Китай абсолютно, например, может быть со-лидером в пункте номер один о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть со-лидером, со-организатором в пункте номер восемь. И это обычная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны. Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента Украины, в интервью Радио Свобода. А теперь, наверное, главный аспект вот такого заявления господина Жовкова. В чем интерес государству участвовать, брать на себя ответственность в определенных пунктах, вот десяти пунктах формулы мира? Как вы считаете? Ну, в данном случае господин Жовков, который как раз в офисе президента отвечает за международную политику, в том числе, я так понимаю, он участвовал и в подготовке переговорной позиции Украины, он охарактеризовал нашу переговорную тактику. Это такая технология работы, дальнейшая работа над продвижением формулы мира президента Зеленского. То есть будут, скорее всего, созданы конкретные рабочие группы по каждому направлению. Десять пунктов — это отдельные направления. И, возможно, вот эти рабочие группы будут возглавлять представители отдельных стран. Таким образом, они сильнее будут вовлекаться в этот процесс, у них появится их особый интерес, достижение успеха и результата по этому направлению. Ну и для нас, конечно, очень важно, что это будет более предметное, содержательное, не просто обсуждение, а наполнение нашей позиции конкретным содержанием, согласованным с другими странами, странами глобального юга. Да, тут могут быть компромиссные позиции, но, тем не менее, для нас важно, чтобы наша позиция принималась во внимание, учитывалась в совместных мирных инициативах. Так что это, с одной стороны, технология, а с другой стороны, попытка усилить интерес каждой страны, влиятельной страны глобального юга, вот в продвижении нашей формулы мира. Там будет и их добавленная стоимость. Конечно, у них есть свой интерес. Интересы есть свои и у Китая, и у Саудовской Аравии, у африканских стран. У африканских стран, конечно, сейчас главный интерес по продовольственной безопасности. Поэтому они будут продвигать, в первую очередь, эту тему. И здесь, я думаю, что есть шансы, может быть, и принять какое-то совместное заявление. У Китая, конечно же, есть свои особые позиции. Поэтому поиск компромисса будет идти, состыковка этих интересов. Это нормальный политический и дипломатический процесс. Поиск совместных позиций. Это будет непросто сделать. Об этом, кстати, сказал и глава офиса президента Андрей Ермак, когда направлялся в Джиду. Он вчера давал короткое интервью телеканалу «1 плюс 1». И вот он сказал, что не просто будет, конечно, это сделать. Но важно, что процесс этот уже идет. И что тот же Китай в этом принимает участие, Саудовская Аравия. Значит, это для них очень важно. Общий интерес широкий – это добиться мира и стабилизации международных отношений, прекратить хаос в международных отношениях, которые сеет Россия. А интерес конкретный, вот его надо будет искать по отдельным пунктам формулы мира президента Зеленского. Важно, Кремль продолжает свой любимый танец на граблях, либо же занятие любимое. Это стрельба по своим коленям. Ныне, пока мы с вами говорим, воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пусках кинжалов с территории Российской Федерации. Такое впечатление, вы знаете, как будто Кремль специально пытается усложнить для себя ситуацию. Спасибо вам огромное, Владимир Вячеславович, спасибо большое вам. Напомню, что Владимир Фисенко был с нами на связи, политолог.